Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Вы на канале Чернова ТВ. У нас воскресенье, а на выходные дни мы всегда приезжаем на дачу. Несмотря на то, что сегодня было ноль градусов, мы находимся у нас на Фазенде. И боремся с кротами. В первую очередь мы сразу начинаем бороться с кротами, потому что вот он здесь ходит, бегает, бегает. Я устанавливаю все эти вот прутики. На эти прутики одеваю баночки, потому что мне посоветовали, что если вы хотите избавиться от крота, чтобы он отсюда ушел, поставьте такой вот прутик в норку, где вот, допустим, крот вам понадел домики эти. И тогда ветер будет, эта банка постоянно будет шуметь, вот так вот болтаться, болтаться. И крот это не любит, и он сразу же уходит. Так что устанавливаем и экспериментируем. Шикарная погода, ветра нету, солнышко светит, дети уже гоняют на великах. Сейчас нам приедет дедушка с бабушкой в гости, да? Приехали сегодня на Сиате маленьком для того, чтобы его полностью проплесочить и полностью почистить. Знаете, там вытащить коврики. Вот, потому что это можно, конечно, было сделать в гараже, но в гараже неудобно. Здесь просто можем раскидаться, никого нету, и можем все здесь чистить, мыть, намывать. Ехали мы по лесной дороге, потому что по Ещерской, по основной грунтовке ехать невозможно. Большие ямы, фуры гоняют, фуры эту дорогу полностью разбили. Всем большой привет! Я хотела бы ответить сразу, там был коммент про прищепочки. Ну, видимо, зачем я прищепочками пользуюсь, хотела показать сразу. Короче, ну, я, во-первых, сказала, что сушилку... Прищепками дома, да, зачем пользуемся? Мы же сушилку, я же сказала, туда-сюда, то на балкон, то домой, как дождь пошел. И, конечно же, она должна быть с прищепками. А, во-вторых, даже если дома я сразу вешаю, я тоже вешаю с прищепками. Почему? Потому что вот если вот так вот повесить, оно, конечно, никуда не упадет. Но оно в два слоя дольше сохнет. А если я повешу с прищепочками дома вот так, в полную длину, то оно высыхает за ночь, быстрее высыхает. Поэтому так и делаю. Как здесь тихо, хорошо, только трава мокрая, еще не будут все кроссовки мокрые. Пьем кофеечек. Табуретка так и стоит, кто-то ягоды собирал. Так и осталось. А, еще комментарии. Не отвечаю под влогом, чтобы не разводить дискуссии по поводу уколов. Уже слова эти нельзя называть. Не дай бог заблокируют. Хочется сразу сказать, не хочется эту тему больше поднимать. И у каждого свое мнение. Я искренне считаю, что уже те, кто все понял, тот уже понял. Кто не понял, тот, ну дай бог, когда-то поймет, а возможно и нет. Ну и все. И остался каждый здесь со своим мнением в итоге. Поэтому не хочется отвечать, почему так решили, почему не делаем и так далее. Хочется, чтобы просто люди хотя бы сейчас не спорили. Просто не спорить, никому ничего доказывать. Просто, чтобы люди не осуждали друг друга. Ну, каждый решает, как решил. И вот мы точно никого не осуждаем. Кто сделал такой выбор, кто такой выбор. У каждого он свой. Давайте просто не поднимать эту тему. Ну, хотя это действительно очень сложно, когда происходит вокруг столько всего. Иногда хочется просто удалить интернет и забыть обо всем. Но даже сейчас, вот то, что в нашей жизни происходит, вы не знаете обо всем. И мы об этом пока не хотим говорить ничего. Даже вот эти все ограничения, локдауны и комендантские часы, это такая ерунда по сравнению с тем, что мы переживаем сейчас. Это такая мелочь. И действительно, иногда хочется просто куда-то зарыться и ни о чем не думать. Поэтому уж точно спорить с вами мы не будем и кому-то что-то доказывать. Прошло много времени. Каждый насчет этой темы сделал свой выбор. Вот. Поэтому извините, вы задаете эти вопросы, и мы не отвечаем на них. И не будем, скорее всего. Вот. Но вам спасибо большое за комментарии. Огромное спасибо за поддержку. Ее очень много. Кто-то едет. Ее очень много в личку. Столько всего вы пишете. И многие из вас знают, что происходит. Вам огромное спасибо за поддержку. Это правда очень ценно. И очень приятно, что вы с нами. Полька прыгает на батуте. Да? Да. Хорошо на даче? Да. Даже осенью, в холод. Да? Нет плохой погоды. Есть что, Полин? Плохая одежда. Одеваем сапоги. Есть. И нормально, да, вроде бы? Есть. Хороший день. Здесь, конечно, крот нам походил. Все испортил. Весь газон. Ну, как есть. Ой, на солнышке прям обалденно. Не хочется уходить солнышко. Так хорошо. Мы сегодня здесь готовить ничего не будем. Мы, в принципе, ненадолго, на несколько часиков приехали. Взяли только детям перекусить, чай попить и все. Кстати, знаешь что? Я заметил, что здесь нет запаски. Ты это заметил уже сразу же. Да. И по идее... Для нее даже места нет? Купить... Я знаю, что есть такие баллончики специальные. Если прокалываешь колесо, ты этим баллончиком заполняешь воздух в колесе. И оно типа... А здесь даже нет места, да, для нее? А что вот это значит, вот это место? Это место, допустим, для... Я не знаю, ну, по идее здесь... А если поднять? Не влазит как раз запаска на место этой? Большое количество, что нет. Нет? Может быть докатка, но докатку тоже не поставить, потому что здесь это... Она оригинальная. Здесь у нас вот секретный болт есть, домкрат есть, а вот запаски нет. Может быть, ты почитай в интернете про эту машину? А это получается вот именно от этого, кажется, было. Ну, бывают машины, в которых не предусмотрена запаска или нет? Да, в новых машинах, мне кажется, запасок нет. У них там эти самые пенки разные. Думаешь или знаешь? Я думаю так. Друзья, напишите, если нет запаски, что делать? Снимать штаны и бегать. А мы приехали машину, короче, прополисосить. Коль, Коль, вот смотри, у тебя же куртка черная. Ты уже обтираешься, смотри, не черная, а белая. Ой, белая. Так, все, один, один, один. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Вопрос вернее ДимаTorzok 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 Так, ну что, вот шланги мы приготовили. Сейчас мы эти шланги должны отнести в сарай. Да, Максинка? Так, шланги мы спрятали, остальные шланги у нас идут под землей и их нужно продувать, чтобы в них не осталась вода, потому что если останется в них вода, они у меня идут не так глубоко, как нужно, для того, чтобы вода там зимой не замерзла, когда будет минусовая температура. И поэтому мы сейчас берем вот такой вот насосик и с помощью Полины мы будем продавать эти шланги. Да, Полина? Помогать будешь мне? Будешь. У меня сейчас за оператора, да, дочь? Короче, вот берем шланг, сюда мы его вставляем, да, и скачаем воздух, и Полиночка бежит и показывает. Говори, когда все. Поверни на меня камеру. Снимай, снимай. Ну вот так вот мы продуваем наши шланги, которые идут под землей. Так, друзья, ну что, не будем задерживаться, не так уж на улице сегодня тепло. Максимка у нас уснул, сейчас мы возьмем, соберемся и поедем выезжать домой. Да, Поля? Да. Готова уже? А то дети все постоянно. Домой, 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 домой. Ну, сейчас пойдем. Уфа. Уфа Всем привет! Вы не поверите, что мы сейчас будем делать. Потому что я себя неважно чувствую. Ну как неважно, он себя нормально чувствует, только он кашляет. Просто кашляет, какое-то горло непонятно. Странное горло. Все уже поняли, все уже поняли. У нас есть такие тесты. Нам подарили, кстати. Экспресс-тесты. Ну они пригождались на работу, пока можно было делать экспресс-тесты. Здесь вот такая вот палочка. Здесь вот такие вот пробирочки. Что еще? Вот жидкость. Сейчас мы вам покажем, как работают такие тесты. Экспресс-тесты. Я даже не видела никогда. Ну тебе будет это интересно. Что он на работе делал. Для беременности. Вот эту превьюшку и сфоткаем еще две полоски. Вот. Максим не понял ничего. Тест. Ага. Так. Для начала мы берем, открываем эту жидкость. Мы эту жидкость выливаем в эту пробирочку. Вот. Выливаем. Да. Кстати, сейчас на работу не катят такие тесты. По нашим законам. Ты должен обязательно лабораторное сделать. Пациент. Вот. Потом мы ее берем, закрываем. Кладем пока что в стороночку. Она пускай стоит. И теперь мы открываем вот эту палочку. И эту палочку мы, друзья, пихаем и в нос, и в горло. Куда лучше пихнуть сначала? В горло или в нос? Мне кажется, все-таки в горло. В горло лучше. Угу. Ну, потому что ты же не будешь с соплями потом в рот пихать. Угу. А в носу все равно. Угу. Я бы, конечно, не хотела это сделать. Она имеет вкус? Какое такое? Да? Ну, она не должна иметь вкус, по идее. Но я ее тоже не пихаю в нос, да, по самые эти. Да. Мозги. А должно, да, быть? Не знаю. А куда? Просто стопельки собираешь? Угу. И сколько секунд надо так держать? Ну, все, по идее. И теперь нос. Не снимай там. Ну. Теперь мы, когда вытащили эту палку из носа, да, мы берем... А, не надо сказать. Ну, самому, по идее, нельзя далеко ссывать. Да. Это же можно повредить мозги. Мы эту палочку берем и вот сюда вот ее капаем. Ну, как ее? Держим и не капаем. В эту жидкость. И ее там держим, 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 держим. Сколько секунд? Не знаю, пока что там надо ее, чтобы она вся так, знаешь. Вот, все. И теперь эту жидкость мы выливаем вот сюда вот, да. А, жидкость? Да, эту жидкость. Максим, ничего не трогай. Не трогай с нулька. Вот сюда вот. Нельзя, нельзя, Максюш, не смотри на меня так. Чего он не капает? Не обижайся. Не обижайся, нельзя. По идее, нужно капать. Чего она не капает? Ты же так делал уже. Я делал тогда, она не капает. Интересно. Так открой и так капнет без крышечки, слышишь? Вот такая разница. Все сюда вылить надо? И ждать? И ждать. Сколько? Ну, написано минут 15. Да? Да. Ну-ка откладываем в сторону. У нас уже поехала полосочка. И вот она становится красная. Это фиолетовый цвет. Фиолетовый, да. И если будет одна полосочка, значит ковида нету. А если две полосочки, значит ковид нет. Все, сначала закрашивать фиолетовым, потом полосы появляются? Угу. Я уверена, что одна. Ну, я тоже уверен. Прошло даже пару минут, но тут видно, что вторая, даже намека нету, да? Да. Так что все в порядке. Угу. Спасибо. Угу. Не держи. Угу. СадResно.